всем привет всем добрый вечер сегодня давно у нас не было эфиров сегодня я вырываюсь к вам с очень крутым эфиром у меня в гостях супер крутой специалист вичар директор и карьерный консультант карьерный коуч я даже видела что ее называют карьерным психотерапевтом татьяна минаева здесь хочется знаете фанфары аплодисменты сейчас мы ее добавим к нам в эфир это у меня в гостях спасибо и что она согласилась прийти на мой ко мне в гости потому что мы будем говорить про мою любимую тему про всякие психологические приемы в этот раз про психологические приемы которые помогут найти работу тема то такая непростая и очень актуальна таня привет привет мари всем здравствуйте привет спасибо большое что ты пришла спасибо большое что ты согласилась на с нами поделиться своими компетенциями можно сказать да своими знаниями в такой тонкой теме друзья кто-нибудь помогите мне пожалуйста напишите тему чтобы я зафиксировала психология поиска работы мы ее назовем чтобы чуть-чуть сократить она влезла кто-нибудь будьте любезны напишите психология поиска работы и я зафиксирую тему и мы собственно приступим сегодня смотрела stories видела отзывы и действительно люди пишут что ты твоя команда это прям такие психотерапевты в карьерном консультировании в построении карьеры в том как правильно резюме сделать как презентовать себя и там конечно очень много всего внутри да и ты сегодня нам об этом расскажешь с удовольствием расскажу дорогие друзья кого интересует тема поиска работы кого интересуют вопросы что происходит собственно с рынком труда почему меня отклоняют почему людям не нравится мои резюме не дай бог вы думаете почему вы не нравитесь потому что это неправильный вообще подход не нравится то как описан ваш опыт они вы на самом деле опыта может быть и понравился бы если бы они увидели его при другом описание при другой подачи так что пишите кто по профессии расскажите что вас волнует на рынке труда кто находится в поиске работы кто планирует найти работу кто хочет повысить зарплату и так далее мы будем сегодня все эти вопросы разбирать класс а можно тогда я сразу начну с тех вопросов которые к нам заранее пришли заранее прислали значит нас про спрашивают вернее тебя спрашивают как готовится к собеседованию когда мотивация энергия есть а знаний нет человек меняет сферу отлично что есть мотивация знания смотрите конечно любому работодателю хочется чтобы был опыт работы у вас естественно например вы делаете свадебную прическу и вы не хотите чтобы к вам пришел парикмахер который говорит я первый раз у меня очень большая мотивация на вас попробуем да 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 или там водитель такой или наоборот пилот самолета говорит так что тут включается я сегодня первый раз дорогие дорогие пассажиры нашего борта я первый раз сейчас я тут разберусь что включается и полетим вы должны понимать страх который образуется у работодателя я скажу как с ним побороться но просто нам сначала нужно понимать контекст а почему же не хотят брать без опыта им кажется что опыт это гарант успеха что благодаря опыту вы сделаете качественную работу а если у вас нет опыта то некачественную работу и я еще работодатели часто сталкиваются ситуации когда когда приходит но я готов я замотивирован учите меня и работодателю важно показать что есть в вашем прошлом опыте близкого к тому что нужно сейчас например вы в продажах работаете хотите вы чар и а вы должны понимать так что из продаж мне пригодится в и чаре ага в и чаре когда ты в рекрутменте ты презентуешь вакансию то по сути продаешь вакансию кандидату потом тебе этот кандидат понравился ты идешь к нанимающему менеджер у вас классный кандидат посмотри он не всегда хочет смотреть у него нет времени гости не буду его смотреть ты чё вообще кого-то мне привела а тут же его собеседуешь смотри несмотря на то что у него нет опыта я сейчас тебе расскажу почему он классный кандидат ты продаешь нанимающему менеджеру кандидата и поэтому ты говоришь что вы знаете у меня есть пять лет опыта в продажах и я вижу что позиции чара одна на 30 процентов как минимум состоит из продаж потому что ты продаешь вакансию кандидат и так далее вы думаете так что еще нужно и чар и чару нужна хорошая аналитика потому что и чар должен всегда искать 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 кандидатов и не останавливаться пока ты не закрыл вакансию и чар должен все время контактировать и все время думать а где еще моя целевая аудитория вы говорите что вы знаете профессия в продажах не существует ситуации когда ты сидишь и клиенты к тебе сами сыпется конечно такое в редких случаях бывает может быть у чара что кандидаты сами сыпется но не всегда я понимаю что и чар активным поиском занимается активным хантингом кандидатов он должен определить где эта целевая аудитория он должен подумать какое сообщение дать исходя из портрета этой целевой аудитории чтобы те захотели рассмотреть вакансию я хочу сказать что я работаю в продажах точно такой же аналитической деятельности занимался и поэтому это мне пригодится для того чтобы показывать вам хороший результат это первое упражнение которое нужно сделать все что было в вашем прошлом опыте думайте что из этого вы можете сказать что это было точно такой же вот прям практически точь-в-точь эти функции это настолько смешная потому что символичная символичный пример потому что я когда-то из продаж уходила в и чар и заходила туда именно вот абсолютно с этой смысловой нагрузкой что друзья я смогла там продавать сложные товары я понимаю что здесь тоже продажи все время и меня взяли мне правда там не я там не прижилась я ушла обратно в продажи но тем не менее мне кажется если понимать вообще психологию продаж что можно вообще везде везде себя найти абсолютно точно и это первое что вы можете предложить работодателю это некий там первая база аргумента что еще работодателю важно чтобы вы самостоятельно взяли на себя обучение он не хочет тратить время ну как и вы не хотите тратить время вы еще деньги отдали вот это барикмахер которого прическу делает еще вы будете его обучать как делать эту прическу вы за счет этой экономии времени вы деньги на экономию времени платите работодатель то же самое поэтому очень важно указать все эти курсы книги спикеры которых вы посетили для того чтобы повысить свои знания в профессии вам нужно просто перечислять не то что я хорошо обучаемый либо я учусь а я конкретно прошел раз-два-три-четыре-пять это второе первое мы я чуть-чуть резюмирую первое мы пробуем из предыдущего опыта достать что-то что мы можем с чем мы можем себя продать в новой профессии скажем так а второе это мы все время как всегда в продажах мы идем очень конкретно мы уходим от абстракций типа я легко обучаемый и берем конкретику даем голые факты на которые можно опереться и нужно понимать что вроде как и чар вроде бы сам мог бы додуматься что он там не может связать что я работал аналитиком по продажам поэтому я могу быть там финансовым аналитиком там либо бизнес аналитиком слушайте нет это работа мыслительная она занимает время она занимает энергию ваша задача сэкономить время энергию других людей вам нужно некие уже там выводы готовые самостоятельно подать и так третье переходим к третьему пункту а это непосредственно ваша мотивация она тоже может звучать просто я хочу мне нравится этого будет мало этого недостаточно на следующий уровень уже послушайте мне так хочется мне так нравится мне это вакансия моей мечты это уже чуть больше энергия чуть больше каких-то эмоций на это уже лучше но все равно недостаточно да все-таки нужны еще какие-то аргументы а что нравится что нравится и серия вы знаете что я все время там или всю свою жизнь работая например финансах я так или иначе сталкивался с и чаром я помогал нашему отделу и чар и все время какие-то проекты этой чары кто будет участвовать я там я всегда составлял описание позиции для нас и мне нравится исследование исследование какие кандидаты лучше выстреливают и лучше реализуются в профессии какие нет я всегда работы анализировал так а вот как это можно было на этапе собеседования определить коллега у нас работа не прижилась я всегда думаю а можно было вот такой вопрос задать на старте это все время было до внутри меня и вот это некая мотивация которой я они просто так возникла из серии а вдруг мне понравится это так или иначе было вплетено в мою жизнь между делом а между основной какой-то профессии функции это там один из аргументов в мотивации который может быть а второй аргумент может быть это привязка к продукту а что если вы вдруг вдохновлены каким-нибудь продуктом не знаю там платье каким-то брендом вдохновлены и вот например у меня есть друзья у них есть классный бренд я вот просто не не ради на уме они женские пуховики шьют очень красивые спасибо большое мне как раз нужно я завтра в россию лечу спасибо они если вы вдохновлены да вот вы говорите что не просто я там хочу там бьюти или там пуховики это вообще моя моя мечта вы говорите что вы знаете тот подход который у вас есть в создании пуховиков казалось бы что еще там можно придумать но вы меня много лет удивляете насколько это красиво насколько необычно какие цвета какие ткани видя профессионализм и стандартный подход дизайнера я я вдохновлен этим продуктом а вот ниже я перечислила что именно вас вдохновляло если я правильно здесь вижу то можно вдохновляться не только продуктом но и культурой ценностями миссии компании присоединяться к этому говорить я чувствую что у меня такая же миссия она созвучна с вашей миссии это раз да правильно же я точно знаю что очень хорошо заходит и она во всех продажах заходит все таки когда мы себя устраиваем на работу мы себя продаем в общем то то что ты сказал с самого начала что очень хорошо заходит не на уровне когда мы идем что компания нам даст она может быть я конечно наступаю сейчас на горло своим следующим пунктом а на уровне а что я могу сделать для компании то есть я не просто помогал и чаром а я помогал и чаром и это дало такой-то результат и я вижу что я вам дам вот этот результат через столько-то месяцев да это вот в третьем пункте вот лучше вот это все вместе запаковать или к слушай это история почему я дам результата знаешь вот эти пункты раз два три которые мы перечислили это все по сути почему я вам дам результат это некая финальная фраза над этими пунктами некий некий вывод и вот почему вы можете не сомневаться я могу вам гарантировать что я там тот самый необходимый результат да отлично отлично звучит но и маленький как всегда не могу же не встать маленький нейромаркетинговый хинт если вы говорите я вам дам результат на 300 процентов а дальше говорите волшебную фразу потому что и перечисляете вот это вот все это очень круто работает для нашего мозга да так ты знаешь тут можно есть еще один пункт каждый выбирает воспользоваться им или нет но тем не менее это ход это инструмент вы должны просто его знать можно дампинговать по цене это нормально мне кажется ну да я тебе там условно не за 70 тысяч сразу приду на зарплату а я готов стартовать 40 если все понравится течение полугода мы можем обсудить новые условия 60 тысяч можете прогрессивно через два месяца 50 через еще два месяца 60 через два месяца 70 работодатель такой сидит экономит считая денежки а лучше за него посчитать эти денежки здесь он экономит предположим 32 месяца по 30 тысяч это 60 два месяца по 20 тысяч например еще два месяца по 10 тысяч он экономит и вы такие посчитали плюс ваши налоги и там такая сумма немаленькая да там может до несколько сотен тысяч доходить зависимости от того каких цифрах вы говорите с ним на сколько вы можете снизиться по цене так классно я не знаю натали нас смотрит или нет которая задавала этот вопрос у меня сложилась картина в голове как себя можно продать в новую профессию надеюсь у вас тоже очень очень спасибо тебе огромное просто обалденные работающие очень понятные инструменты то есть можно вот прям заходить я как человек который тоже набирает команду конечно обращаю внимание как ко мне приходят кандидаты с каким посылом и мне искренне важно умеют ли они себя продавать я понимаю что это распространяется и на все другие вещи там внутри компании которые они делают классно хорошо так друзья так понимаю что сейчас ваше время задать вопросы татьяне если они у вас есть по карьере какие вас что вас вообще волнует о а может быть я задам вопрос его нет но вот он мне пришел в голову может быть ты подскажешь а ложим у нас есть такой кейс у нас есть какой-то менеджер или аналитик и приходит в компанию новый руководитель как быстро вырасти с новым руководителем со старым это сложно сделать ну то есть ты там работал много лет на своей позиции сложно быть ну более долгая история как ты должен себе как бы прокапывать путь наверх но когда приходит новый немножко облегчается задача потому что ты можешь выстроить свой новый там бренд личный ты можешь себя проявить показать если у тебя какой-то ну какие-то рекомендации или может быть набор каких-то техник вот как ты с нами только что поделилась а как вырасти с новым руководителем да хотя знаешь некоторые могут сказать блин старый ты мне уже обещал старый меня видел деле знает что я хороший он бы ему повысить вроде как мне ничего не стоит а этот новый придет и скажет это тебя в деле не видел то есть там может быть двояка ситуация но да абсолютно права есть возможность некий создать образ не то что мы сейчас нарисуем того чего нет но да что есть у вас то что может быть другой не видел или вы создали сначала один образ вы уже изменились а люди помнят по старому образу ну что во первых как правило руководитель устраивает встречи и общие встречи и индивидуальные встречи вы абсолютно точно должны быть к ним готовы потому что все как думают это он сейчас будет вещать нам себя продавать доказывать что-то какие-то планы говорить какие-то речи может быть общие не самые интересные да вы думаете как себя продать вы естественно должны подготовиться к вопросам если это хотя и индивидуально там расскажите о себе на к этому вопросу как давно ты в компании за что-то и отвечаешь поэтому если вы скажете ну я полтора года или ну пять лет уже конечно старичок тут уже ну за что отвечаю ну как и все там кредитные карты отвечаю либо за анализ рисков я отвечаю боже мой какой ты скучный я тебя сейчас уволю они знаешь они вот ну многие как еще стесняются или так вот не знают этих правил игры руководитель точно будет искать тех на кого можно опереться да с кем можно пообщаться кто ему даст больше информации с кем он пойдет на обед в ближайшее время с кем он будет что-то обсуждать чем-то делиться и так далее если он найдет а хороший ум ибо я вовлеченность то он с одной стороны да он с вас будет информацию собирать что нормально ему нужна помощь но он потом будет и хотеть дать взамен на что-то это естественная потребность человека делиться а вы с ним поделились и абсолютно то ну в большинстве случаев а если с человеком там все в порядке из нет каких-то форс-мажоров у человека возникает вот это автоматическое желание отдать что-то взамен и итак поэтому вы должны как на собеседование с увлеченностью с энергией сказать о том что знаете я тут полтора года но такое ощущение что три или четыре мы тут знаете пашем ну и работаем за троих это я с удовольствием это в качестве комплимента нам всем но мы реально крутые вещи делаем я отвечаю за анализ рисков кредитного портфеля по физическим лицам вот среди моих таких разработок достижений там то-то то-то да я выполняю операционную часть такую-то ну вот там то что я ввел внедрил там то-то то-то и он такой опа заметку неплохой неплохой кандидат но это не только единственный вопрос которому нужно подготовиться есть еще вопрос а этот вопрос что вам здесь нравится что и чтобы вы хотели улучшить он будет предлагать покритиковать что не нравится что смучает что хотели бы из изменить и здесь нужно соблюдать некий баланс с одной стороны реально есть вещь которая бывает что годами не делается я понимаю накопилось я понимаю что блин досталось что всем все равно у вас вы может быть душ вложили а руководитель вообще никак не прикоснулся никак не помог не отстоял интереса отдела тогда вы говорите о том что слушайте вот моя мечта можно сказать что я если честно прям и мечтаю и борюсь и инициирую и очень мне хочется я надеюсь с вами это довести до конца чтобы мы оптимизировали ряд процессов которые дадут компании экономию в трудовых ресурсах более точные данные и еще какие-то перечислить вот в таком формате что вы хотите что вам не нравится если так поставить вопрос да вот мне хотелось бы чтобы было еще вот это и не забудьте на вопрос что не нравится несмотря на то сказать что вам еще нравится хотя может быть вас не спрашивали но да да я согласна абсолютно что обязательно даже если смотрите не обязательно базироваться на том вопросе которые вас вам задают это уже политтехнологии вы можете на любой вопрос отвечать так как вам нужно ответить поэтому если вам говорят что не нравится не надо мне нравится это это и это вы как ни странно будете выглядеть дурным каким-то критиканом и вот извините что простым языком а если вы скажете что можно улучшить или хотелось бы реализовать но есть еще точки которые классно сделаны то вы будете выглядеть хорошим аналитиком разумным человеком это совершенно ну просто совершенно другое отношение к вам будет поэтому очень аккуратно как вы отвечаете и ну как бы как бы как вы опираетесь на заданные вопросы да там есть вопрос да мы к нему пойдем давай так мари тане добрый вечер пожалуйста посоветуйте как произвести впечатление на основателя акционера компании если это финальная часть отбора компанию уточню только у вас какая профессия начну отвечать вы пожалуйста напишите между между делом смотрите люди которые стали акционерами они зачастую супер предприниматели предприниматели всегда видят возможности и предприниматели бесят когда ему говорят об обстоятельствах о причинах для них коронавирус возможность уволилась пол компании возможность половина бракованного продукта стала возможность неожиданно какие-то госорганы нагрянули все равно возможность хороший руководитель видит возможность если вы об этом будете рассказывать про то что да что есть директор по продажам есть две ключевые вещи первое да я первое я делаю деньги я выполняю цели компании вот сейчас операционные но при этом я задел делаю для выполнения стратегических целей то есть я пытаюсь выполнить план условно в этом году но думаю как не увеличенный план сделать там следующем году что какие я должна внести изменения на уровне процессов например на уровне работы с командой и так далее я должна не только краткосрочно думать а вот наперед уметь на несколько лет вперед это это первая история вы об этом важно об этом заявить вторая история это работа с какими-то ну вот неожиданными случаями обстоятельствами которые я практически никто не мог предугадать серия коронавирус директор по продажам тут же должен спланировать как компания выиграет на этом форс-мажор и это предположим ваша вторая ключевая компетенция это очень хочется услышать акционеру собственник компании это так это так вдохновляюще вот я сразу естественно думаю в продаже и обратно потому что все это можно и туда перекладывать когда мы говорим что если конечно наш товар и подходит или услуга что он может выполнять для определенной категории людей свои задачи даже несмотря на внешние обстоятельства это просто нужно готовиться к двум вопросам приведите пример обязательно вот когда вы вот так вот думали или использовали какую-то страшную ситуацию плохую во благо компании а вторая история а за счет чего вы это делаете ну то вы говорите что я буду выполнять 5 а вы за счет чего это сделаете вы очень четко должны про себя знать что является вашим генератором успеха может быть вы у вас какое-то отличное сотрудничество с отделом маркетинга и за счет этого вы получаете там больше заявок или как-то особенные скрипты есть коммуникации может быть ваша фишка это обучение сотрудников может быть ваша фишка это вдохновение команды и за счет этого они дольше работают ну и не надо там каждые три месяца кого-то обучаете они его первые три месяца не такой высокий у них кпд и здесь практически неважно какой я ваш набор компетенций главное что вы должны показать что это этих компетенций достаточно чтобы достигать необходимого результата и еще вопрос который может от них быть вот от акционера хорошим он должен описать ситуацию не все понятно все по-разному ведут кто-то может говорить слушайте ну расскажите о себе давайте вы там вас проверили много раз на компетенции какой вы человек какие книги читали ну вот вы директор по продажам еще не получили мбей почему это не означает что правильный ответ ну нет я планирую получить может быть он думает что мбей никакой не нужен и поэтому вот если вы еще не получали то вам нужно ответить почему то если вы считаете что это для результата на данном моменте на данном грейде пока не так критично да вы изучали анализировали вы понимаете что это некий набор шаблонов бизнес-мышления да это хорошая школа по формированию бизнес-мышления то есть какая-то бизнес-задача и ты прямо как компьютер выдает нужно сделать 1 2 3 4 5 но вот это бизнес-мышление ты мог раньше сформировать в каких-то предыдущих компаниях либо вокруг тебя были какие-то люди у которых вы учились и эти имена возможно известны ну не знаю вы там по чичваркином работали непосредственно можете сказать что вот мой мбей это чичваркин такой момент потрясающе спасибо огромное очень интересно у нас есть еще вопросы и потом я еще вернусь свой еще один задам но пока от наших зрителей как грамотно выстроить запрос на место начальника отдела если еще не работал руководителем начальник отдела не работал руководителем да смотрите с одной стороны из продажи внутри компании а с другой стороны продажа на внешнем рынке опять прежде чем формировать решение вы должны на понимать какое мышление работодателя так сидит там работодателя четыре сотрудника которых он нанял ложился обучил они его важны и нужны какие-то нужны какие-то может не нужны от каких-то может не знать как избавиться вот вот уже какие-то токсичные все время что просят но тем не менее есть какой-то набор сотрудников и и вдруг взять человека у которого не было руководящего опыта и он думает блин и так вообще еле держится а еще это сейчас придет всех разгонит например и эти будут больше негативить одни больше негативить а вообще зачем мне это нужно и поэтому вы должны понимать что вы должны доказать что вы сможете организовать работу других людей и сделать так чтобы они сделали больший результат и вообще вы тот человек за которым обычно люди идут кто завоевывает очень легко авторитет практически практически ничего для этого не делать просто за счет своей экспертизы за счет конструктива за счет некого справедливого подхода никто вас не может обвинить в том что вы когда-то что-то несправедливо как-то поступили нет вас на рынке знают как человек который я всегда конструктивно по делу общается и все подходы достаточно обоснованный аргументированный и это людям видно понятно и мы сейчас поговорим как это сделать прямо только одну важную вещь вам могу сказать как легче всего проскочить на эту должность на внешнем рынке легче всего проскочить когда ты можешь продать свою экспертизу знаний в каком-то продукте ты например работал как продакт менеджер маркетолог по кардиологическим препаратам лекарственным рецептурным и ищет рынок маркетинг директора и они хотят чтобы человек уже с кардиологическими препаратами работал и чтобы очень хорошо знал опинион лидеров да некое медицинское сообщество и вот за счет этого за счет того что вы приходите и говорите да я знаю АБЦ людей я хорош в маркетинге да я знаю все продукты все доли рынка конкурентов их сильные и слабые стороны за счет этого они могут сказать супер давай вперед к нам стартапом то есть компания которая выходит на российский рынок им конечно легче дать great руководителя компания которая уже крупная она будет все равно еще перепроверять ваши управленческие компетенции собственно давайте вернемся к ним руководство людьми оно дает вам некие знания например когда вы начинаете руководить какой-то группой и говорит слушайте а давайте сделаем вот это а давайте все заполним такую-то базу данных или давайте сейчас пойдем к сэлзам и проведем им тренинг это что эти сэлзы они то есть будут негативить да какой тренинг они все время говорят что нам тренинги уже достали мы все знаем да какой вы теряете столько наше время если ты своей команде что-то скажешь она тебе кучу сопротивление может дать и вот и должен понять ага что у меня есть за такие навыки которые нужны руководителю возможно умение влиять убеждать умение так рассказать о задаче чтобы захотелось бежать и делать да возможно вы это практиковали на соседних департаментах которые также сопротивлялись также говорили что не будет работать но вы но все говорили блин они не хотят иди ты поговори да слушай там игорь или свет но у тебя то они точно послушают и вывод про эту историю что кто-то вам говорит что тебя точно послушают рассказываете на собеседование таким образом говорить вот да я могу сделать задачу привлекательной второй момент а вы возможно гений в постановке задачи и в контроле исполнения да вы это делали в рамках работы с подрядчиками ну нужно понимать что это ну достаточно это где-то сложнее потому что подрядчик подрядчики вроде как тебя меньше знают меньше замотивировано меньше административных рычагов несмотря на то что ты заплатил деньги вроде как они обязаны тебе сделать задачу они пропасть они могут намного легче нежели твой внутренний сотрудник своим сотрудникам стыкуешься и вот это то что ты с подрядчиками особые отношения создаешь правильно это за формируешь которая и по которому нельзя выполнить ну что-то другое нежели то что ты запланировал потом тебя достаточно правильные точки контроля правильные отчетности очень простые а ты не насилуешь сотрудников любых людей ненужной работы да отчеты нужны и нужны быть простые легкие иначе люди будут махлевать и плюс там я например всегда говорю что слушайте даже если данные плохие особенно если данные плохие пожалуйста сообщите это первым делом будет хуже ежели мы будем опираться на неверные данные лучше да вы покажете как есть но тут не очень мы с вами найдем решение как сделать по-другому вот еще одна история которую вы рассказываете который подтверждает что есть у вас то отдельные компетенции которые необходимы руководителю так вы проходитесь по всем менее мотивировать умение оценивать людей на входе подбирать смотреть на их компетенции умение выходить из кризисных ситуаций когда команда демотивирована когда все пошло не так что-то разрушилась какой-то брак логистика не поставила что все это некие для вас уже дейли рутин а такая ежедневные простые задачи а если там и насколько это важно сейчас для тех кто принимает решение компетенция обучать других насколько важно важно сейчас спрашивать несмотря на то что вроде как есть соседний отдел отдел тренерства который должен обучать все равно компании сейчас приходит к выводу что важно чтобы это было у руководителя дело в том что руководитель должен продумать как за счет чего у тебя будет выстраиваться хорошая работа то есть так а какая у меня адаптация вот какая система адаптации да тебе могла компания предложить систему адаптации но твое финальное решение ты должен оценить она тебе подходит она реально человека вводит в курс дела и там знание продукта да вроде как тренинг по продукту там проводится вы понимаете что этого недостаточно а может тестик какой-то а может быть какие-то материалы а может быть этого соединить с другим чтобы он лучше узнал продукт а может быть сразу его на какую-то встречу с подрядчиком на отправить то есть ты должен понимать как сделать так чтобы знание дошло до человека запомнил этот большой объем информации и мог его использовать если ты это как руководитель не будешь продумывать это означает что ты не можешь на что-то твердое опереться один придет выучит другой придет не выучит ты будешь говорить вот дурацкого человека подобрали слушайте ну они все с гениальной память еще с чем-то так клево когда тебя человек звезда но это очень редкая история редкий случай когда у тебя только звезды только звезды только гениальные вот такие машины в хорошем смысле легко запоминают быстро думают быстро выдают информацию предлагает решение своей стороны оптимизирует моментально любой процесс с которым они столкнулись редко все равно это некий там средний уровень какая-то информация улетучивается где-то человек считал что это неважное не критичное или а изучу потом его не проверили он не выучил не прочитал решил что вот эта информация более аппаратит на эти задачи ушел вместо изучения продукции заниматься каким-то другим задачами поняла спасибо большое это и мне пригодится значит смотри какой-то такой двоякий я бы сказала вопрос от юлии с одной стороны она спрашивает какие компетенции нужны директору аквапарка такая нестандартная я бы сказала профессия с другой стороны она пишет что она уволилась с должности гендиректора и вообще работать не хочет юлия так нужны ли вам компетенции директора аквапарка или вам нужно отдохнуть такой важный момент смотрите сейчас такое бывает когда ты увольняешься работать не хочешь вы знаете это очень редко для человека на не желать что-то делать не желать вот в этот момент создавать как правило это означает что истощен организм что вы там на создавались в супер интенсиве или создавали не то что хотели например ну то есть чаще это с директорских должностей что реально ты прям очень круто поработал ты почти не отдыхал тебе почти не было отпусков это естественное состояние организма ему нужно восстановление здесь важно сказать что да там я даю себе возможность восстановиться но вот это очень важно правильно делать потому что тебе нужно наполнить определенными мероприятиями где вообще не наполнять практически лежать пластом отдыхать в зависимости от ситуации а где-то потом наполнять это всеми мероприятиями которые дает дает вам энергию если говорить о директоре аквапарка здесь те же самые вещи которые и нужны любому любому директор да вот представляем что это это генеральный директор что под ним под генеральным директором конечно отвечает за продажи конечно отвечает за отсутствие риска в для компании он отвечает за развитие бизнеса что еще такого сделать а может быть и серии в аквапарке мы еще там не только кафе построим но еще давайте детскую дополнительную детскую комнату там сделаем там или какие-то аттракционы которые не водные вроде казалось бы вот а просто автоматы поставим некий еще за счет чего мы можем заработать доп деньги кроме основной вот первой операционной деятельности естественно это видение собственника акционер он все равно может еще какие-то кпи вставить которые ему нужны что касается зарабатывать денег понятно что под ним есть там команда коммерческий директор который там за маркетинг за продажи отвечает но это твоя ключевая компетенция сделать так чтобы в итоге вот эти справились правильного найти правильно спрашивать более жестко более мягко идти через коучинг нанять коуча да не самому там коучить а нанять коуча для того чтобы твоя команда смогла показать результат где-то директор сам знаешь выступает в виде джар менеджера это человек который с основными госорганами общается и улаживает все вопросы если есть у кого-то вот эта ключевая компетенция он берет на себя эту роль и начинает только этим заниматься преимущественно там контролируя другие дела а где-то ты можешь распределить эти функции административный менеджер у тебя с одними там с пожарным надзором контактирует с одними органами другие сотрудники с другими органами по сути вот это твоя задача выстроить структуру так как ты хочешь вот эти функции здесь вот эти функции у этого человека у этой роли у этой вакансии и что касается развития бизнеса если есть такая цель даже если не ставит хорошему директор должен что еще какие какие ниши и вообще как мы будем жить дальше все равно смотреть на несколько лет вперед потому что вроде как маркетологи тоже должны стратегические планы думать а будут ли аквапарки через пять лет например популярны а вдруг не будут то есть вот эта вот история что куда-то рынок может свернуть не туда или наоборот будут популярны и еще как и поэтому нам хорошо бы пристроечку сделать раз какими-то новыми горочками вот эти вещи очень важно продумывать и сегодня закладывать что-то что через пять лет будет будет нужно будет востребовано и это конечно супер ответственность потому что говорят что давайте еще там условно построим 10 город например а потом окажется что это не нужно на самом деле люди идут в аквапарк чтобы побыть в спа отпуская детей там кататься а сами идут в сауны принимать какие-то спа процедуры надо было вообще строить другое ты должен прям реально хорошо достаточно хорошей степенью точности спрогнозировать что будет популярно через пять лет а еще провести исследование а не просто сидеть и как бы пальцем в небо у нас здесь еще один вопрос кстати очень интересный мне тоже очень он очень интересует нормально ли откликаться в одну компанию сразу на несколько вакансий которые одного профиля как к этому относятся в компаниях потому что это реально частая история когда и я с этим сталкиваюсь среди моих друзей когда они могут пойти на такую и например на такую же но чуть-чуть другую и как к этому относятся и чары как вообще это происходит в компании смотрите есть вакансии с одной стороны вот разработчик и там несколько разработчиков один например разработчик на создание нового продукта другой на поддержание текущего продукта вроде как и там и там и там разработчик и компания большинство там очень позитивно отреагирует есть история когда персональный ассистент и административный менеджер там со функциональным подчинением здесь уже компании по-разному кто-то будет говорить что нет это принципиально разные позиции принципиально вот как он так там и тот и другой но в целом тоже достаточно позволительно если у вас резюме хорошее и даже возникнет вот эта мысль как-то он и сюда и сюда откликнулся блин какой классный резюме а какой вообще кандидат очень сложно мимо пройти этого резюме вот поэтому да но для этого должно быть хорошее резюме которое перебьет вот этот какой-нибудь может быть там какое-то сомнение но и если я правильно понимаю нужно очень как-то хитро составлять сопроводительное письмо под каждую вакансию правда а как лучше сделать одновременно на две вакансии отправить или вначале на одно пойти побеседоваться и может быть в беседе сказать что вообще тебе еще интересно и вот это сейчас отвечу на вопрос я еще один момент скажу просто пример приведу смотрите вот у нас университет карьерного роста компания которая помогает людям в поиске работы у нас есть разные вакансии у нас есть вакансии например координатора человек который ну это некий младший карьерный консультант есть аналитика который ищет вакансии аналитика ищет вакансии для наших клиентов есть менеджер по письменной коммуникации он общается со многими потенциальными клиентами которым нужна помощь в поиске работы но это все около темы поиска работы я вообще вполне могу представить что один человек откликнулся на все три вакансии и он реально может подойти и мы будем думать блин а везде подходит куда нам лучше его применить такое вполне может быть теперь возвращаясь там двум другим вопросам сопроводительное письмо и собственно а в какой момент да тебе откликаться откликнулись на одну вакансию через пару дней можно на другую если по первой реакции нет откликнитесь через пару дней на другую конечно клёво вот эта история когда тебе два через два дня тебя пригласили и ты между делом там рассказывая говоришь что вы потом уже себя продал сначала да 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 и говоришь о том что знаете я я я увидела я откликнулся на эту позицию я вижу что есть вторая позиция которая также мне ну ну подходит она близка интересно я смотрю ну тоже сто процентов функционал прям под меня там возможно у вас есть практика я знаю что в других компаниях есть практика что можно к тому менеджеру и к другому сходить чтобы оба менеджера меня ценили насколько это возможно в рамках вашей компании класс класс так друзья если у вас есть еще какой-то короткий вопрос задавайте потому что последний вопрос на десерт я оставлю для себя я хочу его задать как это на правах приглашающей стороны прям коротко сейчас да да и письмо это говорила что там хитренько составлять конечно когда ты откликаешься на вторую позицию когда на первую ты все вы там под первую составляешь позицию есть стратегии ты можешь потом написать что вы знаете в конце спроводительного письма что я вижу что еще что у вас есть вторая позиция и я вижу что я также под нее могу подойти так как можно одной строчкой и сопроводительном письме но действительно все равно в первом письме это все про серии персональный стен про мой опыт персонального стен а во втором ты на старте расскажешь про свой опыт административного менеджера а потом последней строчкой и кстати в том числе это были функции персонального стен где я была хороша в том-то и в том-то отлично звучит так прям механика но прям короткий вопрос если через хэдхантер получил отказ без разъяснений можно ли получить причины отказа и как если какой-то лайфхак и нужно ли вообще в это лезть как бы как бы ты посоветовал смотрите есть несколько ситуаций первая ситуация когда вы условно бухгалтер там много вакансий бухгалтеров и вы и вы просто откликаетесь вам 20 человек отказали у вас несколько приглашений ходите у вас есть поток собеседований и вы сейчас если будете у каждого причину отказа выяснять вы можете на самом важном не сфокусироваться на собеседовании так далее в этой истории когда у тебя вообще нет ни одного приглашения отказ ты заходишь и там нет такого что там крупными буквами английский а вас нет английского вы не можете понять отказ а почему собственно не подходите да вы можете запросить отказ но к сожалению большинство вам людей не даст отказ но попробовать стоит потому что кто-то всегда в редких случаях дает скажите спасибо большое за обратную связь я вот хотел уточнить уточнить для своего собственного развития и понимания что какие стороны моем резюме и какие стороны моем опыте для данной позиции не подходят я с удовольствием там возьму какие-то дополнительные курсы обучить обучение учту это в своем профессиональном развитии понимая что это конкурс понимая что у вас есть выбор из большого количества кандидатов но буду очень признательны за обратную связь точно напишите но если вам ее не дали потому что это куча времени давать обратную связь абсолютно каждому то она вас но у вас нет результата тогда идите кто вам может дать обратную связь да иногда нужно за это заплатить денег но тут либо ты связи свои используешь и ты прям все говоришь так и знакомый чар кто может не бесплатно дать обратную связь да ты можешь либо время свое использовать и вот свои связи либо думаешь пойду к карьерному консультанту покажу свое резюме подскажу свои отказы спрашивать что не так что не отказывает исправьте можно я здесь просто пометку скажу из собственного опыта ну который не со мной а с моими друзьями и чар и чару очень большая рознь и чар работающий на потоковом например найме айтишников это не то же самое что и чар директор выстраивающий всю структуру компании и здесь в этом смысле но я абсолютно точно за меня очень для меня очень ценность большое время поэтому в этом смысле вместо того чтобы лазить пытаться взорвать себе голову ходить к профессионалам один раз заплатить чтобы тебе сразу сделали хорошо и правильно это сэкономит ну просто кучу ресурсов и конечно тебя быстро приблизит к цели я правильно же понимаю что как раз вот твоя компания оказывает такие услуги да 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 это прямо вообще наше призвание и то что мы прям супер любим делать составлять резюме такие правильные продающие когда когда ты учитываешь все маркетинговые ходы потому что одно слово вставляешь в резюме и больше приглашений да и наоборот выбираешь какое-то слово и больше приглашений там правильно фото настроена правильно портфолио правильная функция достижения пункта себе все должно быть идеально выверено оно должно быть упаковано так что посреди тысячи резюме именно вас хотелось пригласить чтобы не попали в статус блин вроде бы на вроде есть опыт на счета вот не подходит что мало достижений что то там хуже чем вот соседние резюме я пойду позвоню соседнему резюме ну да тут тот сад чем мы занимаемся но еще сопроводительные письма но еще подготовка к собеседованию с чаром с руководителем с акционерами асессменты и поиск призвания конечно же тоже очень классный наш продукт если что случитесь директ татьяна минаева а я с удовольствием вам помогу а вот правильный вопрос если возможность доведения сопровождения до результата если у вас такие услуги есть да я тебе тоже обращаюсь по поводу одного своего друга замечательно так у меня вопрос но по поводу я хочу два слова сказать по поводу правильных слов я из нейромаркетинга и у нас есть направление нейрокопирайтинга и там четко видно по исследованиям как раз вот одно слово меняешь вот как ты говоришь и это дает совершенно другую конверсию так что это работает везде и в эйчаре и в продажах и где только можно значит наталья меня спрашивает почему приглашаю только женщин наталья спасибо за вопрос он не актуален завтра у меня в эфире будет мужчина хотели подловить но не получилось значит татьяна у меня уже мы должны как бы чуть-чуть времени у нас осталось у меня вопрос про ну знаешь такой опять же про психологизм про мышление я сталкиваюсь тем что руководители очень высокого полета топ-менеджмент и таких как бы немаленьких компаний это люди которые уходят на метафорический стиль мышления и они общаются очень много метафорами у меня есть довольно большая выборка таких людей с кем я общалась и это все время это все время донести и диалог через метафоры я обожаю это но мне интересно насколько ой так друзья нас слышно видно да слышно зависание идет по видео все окей так вот вопрос по твоему опыту так ли это то есть сталкиваешься ли ты тоже замечаешь ли ты это есть такое и как раз когда речь идет о собеседованиях с собственниками и с акционерами а такое может проявляться прям на уровне проведения собеседования они говорят слушай что для тебя бизнес вообще или говорить о том что ну или там бизнес для меня это ребенок они могут говорить или они говорят слушай ну а в чем смысл этой деятельности для тебя ты работаешь по 14 часов зачем они прям вот реально на уровне каких-то общих смыслов и или они говорят слушай а как сделать так чтобы люди работали что они тебя не опускают на конкретную задачу вот вот здесь вот менеджер по продажам чтобы он не просто продавал не просто привлекал новых но и делал до продажи старым клиентам то есть он тебя не опускает на уровень конкретной задачи а в общем так как сделать так чтобы люди работали а и серии вообще вот и да они часто нам говорят что и серии вы там что-то скажете они говорят что вы знаете есть такая фраза что генералы готовятся к прошедшей войне вам не кажется что вы тем же самым занимаетесь красиво и сразу же знаешь добавить я просто слышала так случилось в моей жизни что я слышала некоторые собеседования и на одном один топ менеджмент значит акционеру рассказывал то есть он отвечал на этот вот метафорический абстрактный вопрос и он также метафорами и отвечал я увидела насколько именно это помогло в том числе наладить контакт потому что ты показываешь человеку что ты с ним на одном уровне мышления и значит этот топ менеджмент рассказывал что он выстраивает работу значит с подчиненными с позиции дирижера и он потом пошел про метафору оркестра как все играет как вначале это кафония которая постепенно выстраивается в божественную музыку вот мне интересно насколько это единичные случаи или действительно в принципе уходить в такое же метафорическое общение с таким топ менеджментом с акционерами с владельцами бизнеса это окей и это ну скажем положит в вашу баночку дополнительную монетку да это абсолютно точно идентификация свой чужой если они разговаривают на таком языке это же про глубину мышления это означает что ты очень многое прожил и ты вот соединяешь все вот эти все что ты видел там в спорте в воспитании детей в бизнесе номер один два три в общении со своей женой в общении с любовницей со своей ты все это соединяешь на уровень вот какой-то о единой мысли о единой концепции единого подхода это означает что богатый проработанный опыт это говорит о большом уме зачастую поэтому да это часто хорошо воспринимается бывает такое что есть люди которые очень такие конкретно конкретно что сделал и если вы скажете ну вот я там наладил бизнес-процессы да что я вот выстроил как дирижер вот это вот там все там организовал работу может мне зайти если тебя спрашивают конкретно очень конкретно да 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 тогда будет как это сопротивление очень рациональному такому мозгу который по полочкам и вот этих вот метафорических историй окей спасибо тебе огромное за ответы спасибо что поделилась своим опытом я для себя я уверена что все почерпнули я для себя очень много всего забрала супер полезного что я сразу же понимаю где у меня можно это все применить в моей работе в моей практике в моих продажах спасибо огромное друзья давайте нам сердечки поблагодарите пожалуйста Татьяну она сегодня нам дала какие-то сумасшедшие инсайтные знания нас спрашивают почему так мало я постараюсь уговорить Татьяну прийти еще раз чтобы она еще нам дала я с удовольствием пожалуйста зовите я как обычно твои дополнения красивый голос классные слова вопросы супер спасибо тебе огромное спасибо огромное было дико интересно дико полезно прям супер супер и я к тебе еще сейчас приду по вопросам насчет того какие сервисы ты оказываешь и как тебе можно попасть спасибо огромное друзья эфир будет сохранен поэтому вы сможете конечно же его посмотреть всем хорошего вечера всех обнимаю спасибо Таня пока 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 субтитры